Похвала святой первомученицы Фёкли Благодать Духа воздвигла нам прекрасное изображение святых в годовых днях памяти их, и через это постоянно сохраняет новыми их деяния, приходящие в забвение с течением времени. Каждый, встречая день памяти их, как бы некую картину, видит красоту деяний и созерцает дела, начертанные на этом представляемом днём памяти изображения. Так и сегодня, мне кажется, вижу эту блаженную деву, как бы стоящую на картине, представляемой днём памяти, держащую венец в одной руке за борьбу с удовольствиями, а в другой за борьбу с опасностями, приносящую владыке всех одной рукой девство, а другой мученичество. Таким образом, у ней были и подвиги девства, которые для тщательно вникающих кажутся в известном смысле великим мученичеством, прежде мученичеством, и подлинно удовольствие суть жестокие какие-то палачи для тела, а лучше сказать, они более палачей жестокие, потому что стягивают нерукотворенными узами, скоблят душу посредством глаз, подносят факел сладострастия к твердыне мысли посредством слуха, бичует ум своим колючим бичом, воздвигает против нас одни нападения за другими. Когда кто повелел глазам быть слепыми красоте, удовольствище из уши приоткрывает заключённое убежище, раскрывает его сладострастными песнями. Когда встретит уши, заключённые для блудных песен, тогда нападает на помыслы, сладострастно прикрасившись. Когда, кратко сказать, мы победим их бодрствуя постоянно, тогда они поборают нас в спящих с наведениями. Таков у них постоянный круговорот борьбы, не с солнцем пробуждающейся и ночью не успокаивающейся. Если же при том они схватывают юность, то огонь сплёлся с огнём, хвороста коснулась горящая печь. Юность легко разжигается удовольствиями, будучи больше маслоспособной к воспламенению, а для подвигов целомудрой весьма нежной. Это-то всё и делала девство для блаженной девы некоторым подложительным мученичеством. Она билась с удовольствиями, как мученик с дикими зверями, ратовала с помыслами, как тот с казнями, сражалась с мыслями садострастными, как с пытками палачей, и однако оставалась победительной в своей разнообразной и совокупной войне, потому что огонь её воли был в пламени и огня естественного и свят. Но природа покорялась деве, и у других господство и побуждая к сочетанию, у Фёкли сложила упражнением к целомудрию, а родители её, не зная обета в девство своей дочери, не того, что Христос Господь обручился с нею, подав десницу с неба, делали ей много пространных внушений касательно брака. Слух же девы оглашала песнь Павла, ибо замужняя заботится о мирском, а не замужняя о Господнем. Вот венец девства, вот первый у ней вид заботливости. Она заботится заботой, исполненной благословения, заботится думою, которая свободнее всякой беззаботливости, чтобы быть святой и телом, и духом. Ничего о ней общего с землёй, никакого сраства с брачными нуждами, как, например, с нуждой переносить неверность мужа, терпеть напрасные подозрения, не иметь свободы на полезные выходы из дома, заботиться о пище, украсившись, подвергаться зависти, испытывать посмеяние прежде родов, как бы она была ещё не замужняя, а родившись, встречать у коризны за рождение. Родилась ли какая девочка? Муж же едет угрюмо, что не мальчик. Прибавился и мальчик. Родилось дитя, как будто некрасиво. Приятного бы по красоте, так красивых, как будто тяжелее дума. Отняты ли они от молока? Наступила опять тревога о воспитании, когда они здоровы, страх о том, чтобы не заболели, когда заболят, боятся, чтобы не умерли, когда умрут, страх, чтобы не был потом в презрении за бесчадие, а если не умрут, то тихтайшая дума о живых, откуда средства на образование детей, как устроить им брачный союз, как соблюсти приличие в одежде, как разделить каждому рабов, сколько выделить из имущества старшему, как успокоить зависть младшего. Не вышедшая замуж, не замужняя, заботится о Господне, чтобы быть святой телом и духом. Я не позорю сущность брака, так как это общий способ сохранения рода, но всем объявляю заботы брачной жизни, поставляя выше забот плотских попечения о небе, предпочитая хорошему лучшее. Дева стоит выше и наказания назначенных Еве, так как слова, к мужу будет свое влечение, и он будет господствовать над тобою, недействительного отношения к тем, которые не подвластны мужьям, и слова, в болезнях будешь родить детей твоих, неприложимых к девствующим, нерождающий не подлежит приговору о скорбных болезнях рождения. Залогами будущими уже наслаждаешься ты, Дева, живешь уже в святости, в воскресенье. В воскресенье, сказал Господь, не женится, не выходит замуж, поэтому и падение в этом деле весьма велико, так как велико успех, поэтому распутство девствующее гнуснее блудницы, так как не одинаково распление девствующей и блудницы, не одинаково распление простой жены и царицы, не одинаково похищение священного сосуда обыкновенного. Сосуд ведь священная Дева, парфира, которую непозволительно облекать никому другому, кроме царя всех, невеста, постоянно обладающая девственным браком. О, блаженный брак, ложе которого девство! Ради него предстояли опасности блаженной мученицы. Она видела красоту жениха и не отвращалась от его вида. Настаивала мать, побуждая к браку, но она взывала к небесному жениху, «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах!» Часто приходил жених, обращая беседы о браке, но она сама в себе сочетовалась к Христу, говоря, «Прильнула душа моя к тебе!» Стекались родственники и употребляли ласки, но она представляла себе свидетельство Павла, «Обручил тебя единому мужу, девой чистую, представив Христу!» Умоляли слуги со слезами, но она воспевала с любовью своему жениху, «Кто нас отлучит от любви Христовой?» Устрашали слуги казнями, но она попирала их все, великодушно взывая, «Князи!» Не суть на добрые дела боязливые, но на злые. А так как нужно было мученице поставить статуи девства и на пути, то случается такое искушение с этой траковицей. Отпущенная из суда, она поспешила на ловитву по следам Павла, и руководимая молвой смело шла по путям, ведущим к Павлу. Но дьявол подстерегал деву, и подстерегши ее на пути, вооружил против девы жениха, как разбойника в пустыне на похищении девства. Когда она мужественно совершала путь, то распутнивший жених, высматривавшись сзади, торжествовал уже захват ее. Затруднения со всех сторон, безвыходные, нападающий силен, а подвергающийся нападению слаба. И где какое-либо убежище при отсутствии убежища, обратившись к небу, дева с воплями восклицала тому, кто везде присущ всем призывающим, «Господи Боже мой, на Тебя уповаю!»